услуга называется ребук и принципе она имеет ряд условий с помощью которой туристы могут сохранить свои деньги за туры которые не состоят информацию о переносах перебронировках уров которые попали на период карантина есть некоторые моменты на которые очень важно обратить внимание эту услугу еще раз объясняю и акцентирую ваше внимание что нужно оформить до 24 апреля всем привет друзья с вами владимир шемин путешественники тураген как вы видите мои путешествия продолжаются в домашней атмосфере тем не менее это не мешает мне делиться с вами с туристами полезной и объективной информацией которые вы нуждаетесь находясь в этой нестандартной ситуации которая сложилась из-за коронавируса и так в этом видео мы поговорим конкретно про туроператора джейнап про туристов туроператора джейнап и о новой услуги которую туроператор джейнап буквально недавно ввел а именно 9 апреля он создал новую услугу для своих туристов с помощью которой туристы могут сохранить свои деньги за туры которые не состоялись поэтому в этом видео мы разберем условия по этой новой услуги что они означают и какие же варианты у туристов есть что с этим делать туристам поехали итак 9 апреля туроператора джейнап обновил на своем сайте информацию о переносах перебронировках туров которые попали на период карантина эта информация закрыта от туристов но эту информацию туристам должны турагентство через которые туристы оформляли свои туры значит услуга называется ребук и принципе она имеет ряд условий с одной стороны эти условия все-таки больше положительные для туристов но тем не менее есть некоторые моменты на которые очень важно обратить внимание итак давайте сейчас мы пройдемся по всем этим условиям значит первое это то что данную услугу нужно оформить это конкретная услуга ее нужно оформить туристам до 24 апреля 2020 года то есть деньги которые туристы оплачивали за туры которые должны были состояться в период карантина они будут на депозите но тем не менее эту услугу еще раз объясняю и акцентирую ваше внимание что нужно оформить до 24 апреля что будет после 24 апреля я не могу сказать так как инструкции подробных не написано второе очень хорошие условия по данной услуги это то что этими средствами которые вы переведете в услугу ребук можно воспользоваться аж в течение года то есть до 31 марта 2021 года и естественно это очень хорошо потому что не каждый может перенести свой тур на 2020 год потому что возможно уже отпуск прошел у некоторых туристов на работе и возможно уже нету отпускных дат по работе у туристов и естественно как бы тогда этими деньгами можно воспользоваться аж до 31 марта 2021 года следующий очень важный пункт касается переноса денежных средств из услуги ребук то из-за тур который не состоялся на новый тур а именно то что до даты тура должно быть не менее 14 дней то есть с дня запроса переноса этих денег на новый тур должно быть не менее 14 дней логично это то что до тура должно быть минимум наверно 20 дней потому что тур может подтверждаться не только в течение дня может на протяжении 5 дней такое бывало в практике то есть как минимум смотрите чтобы 20 дней до даты начала тура было чтобы воспользоваться этими деньгами по турам которые не состоялись и которые вы перевели в депозит это означает то что если вы хотите забронировать тур там какой-то горячий за два дня за три дня за четыре дня то теоретически туроператор не предоставит возможности использовать те замороженные деньги на вот такой вот горящий тур обратите пожалуйста на это внимание еще один важный пункт это то что все заявки новые будут бронироваться по новой актуальной стоимости онлайн это принципе само собой понятно но тем не менее это условие естественно туроператор прописал то есть если вы просто хотите вот сохранить параметры тура который не состоялся просто его в забронировать в будущем на другу на другие даты имеется ввиду но не меняются никакие другие составляющие отель там продолжительность город вылета то есть все это будет бронироваться и подтверждаться туроператором по новой стоимости из онлайн на сайте туроператора джейна следующий пункт тоже касается переноса денежных средств которые на депозите у джейна по на новую заявку это то что деньги переносятся именно в гривне по новому коммерческому курсу это означает что примеру вот смотрите вы бронировали там тур в феврале и оплачивали за тур 25 тысяч гривен по коммерческому курсу туроператора на тот момент времени к примеру это составляло 1000 долларов вот на сегодняшний день вот если вы на сегодняшний день это рассматриваете то 25 тысяч они так и переносятся но 25 тысяч теперь уже не одна тысяча долларов а по актуальному курсу на текущий день туроператора джейна это 880 долларов с одной стороны как бы ничего здесь такого критического нету но с другой стороны если вы просто смотрите стоимость в долларовом эквиваленте они в гривневом то вот тогда у вас получается большая разница да это не самый положительный такой вот момент но тем не менее в украине официальная расчетная единица это гривна и другими деньгами туроператор не принимает поэтому тут никуда не деться и нужно просто понимать этот пункт еще один очень важный такой вот момент что услуга бронируется без права аннуляции то есть это нужно туристу понимать что если аннулировать эту услугу то принципе это наверное будет не очень положительные последствия для туристов кроме этой новой услуги ребук от туроператора джейна еще туроператор джейна поставляет прежние условия для туристов которые хотят перенести даты туров и если вы все-таки хотите перенести даты тура и вы знаете четко свои даты тура то до 21 04 2020 года туроператор джейна разрешает определиться туристам с конкретными датами тура и тогда вот эти деньги которые были оплачены туристам по старым туром которые не состоялись туроператор джейна естественно перенесет по старому курсу по которому вы платили что это означает вам нужно туристам выбрать новый тур нас на сайте туроператора джейна и соответственно если стоимость тура выше вам нужно доплатить только разницу давайте разберем это детальнее вот примеру у вас есть оплачено туроператор джейна 25 тысяч гривен это 1000 долларов новый тур стоит примеру 1200 долларов так вот только разницу нужно будет доплатить по новому курсу на текущий день когда оформляет когда тур подтвержден то есть 1200 минус 1000 вот мы получаем 200 долларов и вот только вот эти 200 долларов нужно доплатить по новому коммерческому курсу туроператора это если в туристы примут решение до 21 04 для того чтобы забронировать конкретный тур но там опять условия сохраняется без права аннуляции от туристов то есть из туристы захотят аннулировать этот новый тур по туроператор применит какие-то штрафные санкции которые будут очень неприятные для туристов собственно говоря вот и все новости которые актуальны сейчас для туристов туроператора джейна поэтому принимайте решение обращайтесь своим турагентством для того чтобы если вы не знаете конкретных датура для того чтобы перевести ваши оплаты чтобы их не потерять чтобы не получить какие-то большие фактически понесенные затрат от туроператора джейна и не доплачивать либо там не попасть неприятные условия ситуацию то есть туристам нужно сейчас обратиться к своим турагентством и этот тех турит это тем именно туристам которых тур забронирован туроператора джейна для того чтобы воспользоваться услугой ребу турагентство даст туристу до соглашения установлены туроператором вы его подписываете ну а дальше турагент уже занимается непосредственно с туроператором для оформления этой услуги в общем друзья на этом все пишите ваши комментарии если у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях под этим видео кстати условия эти я размещу в описании к этому видео то есть за те новые условия которые я рассказал я их оставлю в описании к этому видео если вам нужно их еще более там конкретно как-то объективно наглядно посмотреть вы заходите в описании и там вы сможете это все прочитать если у вас нет вопросов то тогда в комментариях просто пишите ваши ситуации что вы перебронировали что не перебронировали вот как вам вообще это вся ситуация в стране пишите это все конечно в комментариях я обязательно почитаю если у вас вопросы по другим туроператором тоже задавайте принципе в комментариях что будут что смогу объективно ответить естественно я вам отвечу в общем подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых моих видео на моем канале для того чтобы быть в курсе всех новостей объективных новостей информации которая сейчас происходит на туристическом рынке в украине чтобы естественно ориентироваться правильно все нужно за этим следить но следить только за объективной и достоверной информацией на этом все друзья желаю всем хорошего настроения чтобы все в итоге в перспективе получили свой отдых о котором они мечтали и чтобы отдых прошел только с положительными эмоциями до новых встреч друзья пока пока